Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогода Лайф. Сегодня у нас один из самых продаваемых кроссоверов на рынке. Kia Sportage. Давайте посмотрим на него за три минуты. Поехали! И давайте посмотрим, чем крут этот кросс и почему же его так любят у нас в России. У автомобиля большое количество комплектаций. Каждый может найти именно ту, которая подходит лично ему. Привод может быть как полный, так и передний. Коробка как механическая, шестиступка, так и классический автомат на шесть передач. Моторов два варианта на выбор. 150 сил 2.0 или 2.4 184 лошадиные силы. Что касается внешнего дизайна, корейцы-экспериментаторы. Просто посмотрите, как он меняется с каждым поколением. Найти что-то общее практически невозможно. Благодаря этому у Sportage появляется все больше поклонников. Тем, кому не нравилось третье поколение без ума от четвертого. А кто-то, никогда не смотревший на четвертый, уже с нетерпением ждет Sportage 5. Что еще особенного стоит отметить в экстерьере Kia Sportage Premium Black Edition. Светодиодные противотуманки начинаются с комплектации Prestige. Полностью светодиодные фары с комплектацией Luxe Plus. Узнаваемая решетка в форме улыбки тигра с новым рисунком в черном глянцевом обрамлении. Ниже находится радар системы FSA, которая входит в комплекс систем безопасности Kia DriveWise. Об этом у нас будет целое отдельное видео. Что еще с фронтальной части? Под датчиком у нас расположено 182 миллиметра воздуха. Нормальный такой дорожный просвет. Решетка, кстати, входит в пакет Black Edition. Он также добавляет черные молдинги, рейлинги, накладки надпись с названием модели черного цвета и затемненные логотипы. Выглядит такой пакет очень эффектно и неудивительно, что он полюбился у нас в России. А еще в пакет Black Edition входят 17-е литые диски. Наш кроссовер мы обули в шины Cardiant Comfort 2, при производстве которой используются передовые технологии. Например, за акустический комфорт отвечает FlexCore. Инновационная методика чередования элементов протектора разной формы и специальной грани антишум. А еще есть технология DryCore, которая помогает сохранить заданный водителем курс даже при резкой смене дорожного покрытия. Благодаря специальным ребрам жесткости и крупным шашкам протектора. Что еще про колеса? В багажнике есть полноразмерная запаска на литом диске, точно таком же, как установлено у нас из комплекта Black Edition. Объем багажника большой, 466 литров в случае, если у нас полноразмерная запаска. И 491 литр, если у нас докатка. Шторка есть. Второй ряд кресел складывается в пропорции 60 на 40. При сложенном втором ряду кресел пространство увеличивается до 1480 литров. На втором ряду есть USB и подогревы кресел. Выведен климат, есть подлокотник, все продумано, все, что необходимо есть. Самое время переместиться за руль. Там, как правило, все самое интересное. Начнем с руля. Удобный хват, эргономичный, много клавиш управления под рукой. Приборка аналоговая с экраном 4,2 дюйма по центру. Вот за что стоит любить классические приборные панели, так это зачитаемость. Никаких тебе повтормаживаний и бликов, как на экранах. Касаемо кресел и отделки, эргономика достойная. Есть электрорегулировки и поясничный упор. Кожа отделки используется довольно толстая, скорее всего, будет служить долго. Слева от руля панель управления ассистентами и светом. Справа мультимедиа-система и целая многоэтажка из различных клавиш управления. Идем сверху вниз. Это музыка, климат и панель управления обогревами. К слову, в Sportage подогреваться может все. Лобовое в зоне покоя дворников, руль, зеркала, кресло спереди и сзади. В общем, все, что актуально для нас в России. Касаемо мультимедиа, все хорошо. 8 дюймов, есть Android Auto и Apple CarPlay. Каждый может использовать то, что ему удобно. Идем к нижней части панели. Тут видим зарядки, беспроводная тоже есть. Перемещаемся к коробке. Как я уже говорил, тут может быть и механика, и автомат. Хвак хороший, рука лежит очень удобно. В версиях с полным приводом есть кнопка принудительной блокировки дифференциала. Работает она до 40 км в час, а на скоростях выше приводом управляет электроника. Муфта от компании Magna, которая по заявлению производителя способна выдержать до 1000 ньютонов момента. Так что запас прочности тут очень хороший. Едет автомобиль так, как и должен ехать семейный кроссовер. Мотор 2.4 бешеной динамикой похвастать не может, но для обгонов на трассе его вполне хватает. 2 литра будет не такой интересный, но это логично. Зато там налоги меньше. Шумка не идеальная, но хорошая. Расход в среднем цикле, пробки, город, трасса 9-9,5 литра. Но расход вообще штука жутко субъективная. На него влияет вообще все на свете. Кто как жмет на газ, какая температура и покрытие на дороге, какие шины одеты. Кстати, о шинах. Очень полезная информация. Хочешь приобрести шины Кардиант на выгодных условиях? Заходи на сайт кардиант.автогода.ру Вводи кодовое слово DRIVE и получи промокод на повышенный кэшбэк в 15%. Сроки и условия акции на кардиант.автогода.ру И в описании к этому видео. С вас лайк, с нас новые видосы. С вами был Димон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok